Сейчас очень много вызовов с высокой температурой и многие до сих пор не знают, как снижать температуру и у себя и у детей в том числе. Многие из вас пьют очень много препаратов от температуры. Пьют, например, фейервекс, террафлю, ринзу, парацетамол, ибупрофен и все это пьют буквально в течение нескольких часов. Плюс еще добавляет аспирин. Ребят, ну так делать нельзя, это опасно для вашего здоровья и в первую очередь для вашей печени, потому что весь удар по препаратам принимает именно она и почки в том числе. Поэтому, когда повышается температура, вы сначала начинайте с приема парацетамола. Если в течение часа, вот час прошел, температура не снижается, тогда вы можете принять ибупфен. Если после ибупфена температура не снижается, можно принять ножку, она тоже очень хорошо снижает температуру, тогда, когда есть спазм по периферии. А какие симптомы на это указывают? Озноб, холодные руки и ноги. Вот если вы приняли препараты от температуры, например, приняли парацетамол, температура через час снизилась, но через 2-3 часа снова повысилась, парацетамол пить не нужно, потому что его действие как минимум 4 часа. Значит, вам необходимо в данном случае принять ибупфен. Таким образом, вы будете чередовать парацетамол и ибупфен, парацетамол и ибупфен. И то же самое касается и детей. Вы после этого даете не этот препарат, а даете ибупфен или ибупфен, содержащий препараты. Поняли, да? То есть даете парацетамол, чередуете с ибупфеном. Запомните, до 15 лет аспирин детям давать нельзя. При белой лихорадке, то есть какие симптомы? Это руки, ноги холодные, озноб и бледность кожных покровов. Вот в данном случае вы даете после 6 лет ножпу, до 6 лет папавирин. Конечно, если дети раннего возраста, то есть до 3 лет, желательно обратиться за медицинской помощью. То есть или вызвать специалистов к себе на дом с поликлиники. Опять же, доктором можете вызвать, вы имеете на это право, то есть вы можете вызвать врача на дом. Или обратиться в поликлинику, или вызвать скорую помощь, если детки маленькие и плохо снижается температура. Ребята, будьте здоровы, не болейте и правильно принимайте жар понижающий.